Юля собирает на отпуск. Эх, Юля, походу ты сегодня, в этом году без отпуска. Узнаете поезд? Знаете, где я нахожусь? В городе Воронеж. Как будто и не уезжал. Всем привет, ребята. Ну ладно, мы уже здоровались, сейчас на камеру поздоровимся, хорошо. Приветствую. Возвращение. Да. Зачем сюда приехала, расскажи. Я не знаю. Не знаю? Не знаю, соскучился. Ты же сказал, что очень соскучился и решил приехать. Ну ладно. Друзья, кто смотрел предыдущий выпуск из Воронежа, узнаете яму? Они все-таки нашли что-то. Влад мне что-то хочет подарить. Нифига себе, красавчик. Стадион Кубань. Стадион прям похож. Молодец, спасибо. Сегодня 15 мая. Я вам скажу, здесь далеко еще не лето Краснодарское. Я вон в шортах приехал. Мы находимся в Отрадном. 1615 года основания. Котенок с улицы Лизякова, часть 2.0. Кстати, буду жить в Отрадном. С кем он разговаривает? С белкой? С белкой, походу. Если бы я имел коня, это был бы номер. Если бы конь имел меня, я бы, наверное, помер. Вот в этом доме 2, может быть, даже 3 ночи буду ночевать. В Отрадном находится. Мы ждем, пока нас заселят. Смотрим футбол. Металлург факел. У нас здесь боеприпасы. Все как полагается. Мы дома? Ну вот, заселились. Вот такая вот комнатка. Хороший автодром. Телевизор. Мишаня, ты готов? Да. Цветы, это комплимент тебе. Кухонка. Вид на город. Точнее, не на город даже, а на Отрадное. Собственная электростанция. Вот та вот церковь, куда Путин приезжал в 2014 году. Это удовольствие стоит 1600 в сутки. Смотрите, как меня ребята обеспечили лопатой. Привязали ее в двух местах изолентой. Теперь выдали. Сейчас накачаем колесики. Не знаю, как прибор. Вот так в пакете везти, наверное. Все условия. Только иди и ищи, говорят. Но я вам скажу, ребята, такого экстремального купа у меня еще никогда не было. На велосипеде в другом городе. Один. Блядь. И страшно, и, я не знаю, и прикольно. Не пиздануться бы, блядь. Ребятки, заплутал я. Раз Миша ехали, что-то не сильно запомнил, куда поворачивать. Ой, и лошадей не видно. Любопытно, зачем я сюда приехал. А я тебе потом покажу. Блядь, какой же ты любопытный, а. Ну зачем ты так близко подходишь, пугаешь меня. Куда ты идешь, не надо ко мне. Боишься? Прощай, он со мной прощается, головой мотает. И ручку ест. Зачем ты ее ешь? Она невкусная. А на камеру-то поиграть любим, да? Что ты делаешь? Нихера себе. Серега, прости. Поближе эта церковь. Где я в 15-м году, куда приезжал Владимир Владимирович. Все, я приехал отдавать велосипед. Велосипед неплохой, но вот это вот кресло называется. Ваше очко уходит в зрительский зал. Как же больно на нем ездить. Я дома, значит, рассказываю, для чего я сюда приехал. Миша меня позвал. Миша с Женей уезжают в командировку. Должны были они ехать либо сегодня, либо завтра. Сегодня понедельник, 16 мая, завтра 17. Но у Миши болит зуб. Он сейчас поехал к врачу. Ему его сегодня будут выдирать. Но так как они едут в командировку в поля, скажем так, то нельзя запускать вот такой зуб. Ему надо немножко уход, да? Соответственно, мы тут задержимся дня на три еще. Ну, пиздец, конечно, приехали. Еще три дня здесь тусовать. Ну, придется, что делать. Он красивый Михаил сегодня подстригся. Хоть на человека стал похож. А раньше что? А раньше на ПАПА. Внимание, платный участок дороги. Мы едем по одной из улиц города Воронеж. По улице Изыскателей сейчас поедем. Улице Изыскателей. И, соответственно, платный участок дороги через Воронеж, чтобы проехать. Надо будет заплатить 70 рублей. 70 рублей. Погода, я вам доложу, сегодня 17 апреля. Холодрыга, пипец. Просто ветер. То солнце, то небо. То солнце, то небо, то дождь, да, местами. Ну, там очень хороший дождь. Как люди живут. Обычно мелочь сдачи дают. А тут обратно мелочи ссыпают. Держите, ответочку. А ты сдачи ждешь? Ты подращен дал? Сейчас откроют. Ну, кстати, раньше шлагбаумы мягкие были. И можно было аккуратненько его убить. Да, потом только на 5 тысяч это будет стоить, да? Нет, вначале ничего не было. Потом ввели. А теперь поставили жесткие шлагбаумы. И если ты его сбиваешь, это уже ДТП. Да ладно. И скрываешься вместо ДТП этим будет. Да, вообще жесть. Слушай, а мне кажется, это был просто пункт оплаты дороги без дождя. Только выехали, смотри, только закончился. Юля собирает на отпуск. Эх, Юля, походу ты сегодня в этом году без отпуска. Ребята, простите за ветер. Мы вот в Гремячем поднялись на одну из самых высоких точек этого населенного пункта. Смотрите, тут орудия стоят со времен войны. ЗИС-5 или как пушка называется. Это зенитка. Заряжай. О, нифига себе, смотрите. Крутится, прикиньте. Вверх. Нифига себе, блядь. Заряжай, Миш. Ну тут, понятно, заделано, тут ничего не работает. Здесь в братских могилах захоронены 1357 советских солдат-участников Острогско-Рошевской операции. И, блядь, из этих, увеликовечена память Гремячевцев. Миш, что это такое? Венгерское кладбище. Почему венгерское? Венгеров? Для венгеров сделали. Для каких венгеров? Окупировали. А, для солдат? Да. Смотри, там эти батареи, что ли, солнечные? Они это самое сейчас. Венгры дают энергию, что ли? Такой венгер. Венгеры тут издевались над русским народом. Ну да, для этих мудаков еще и кладбище. Центральное кладбище венгерских военнослужащих. Построено в 2001 году ассоциацией военной мамириалы по заказу и на средства Венгерской республики. Вот, ребят, насколько русский народ не злопамятен? Сколько табличек там, целые эти доски? Ага. Короче, венгрии здесь стояли. Ну, в том числе, помимо немцев. А венгрии самые конченые были оккупанты. Еще хуже, чем немцы. А им кладбище, пожалуйста. И никто ничего не оскрельняет, никто ничего там не делает плохого. Смотрите, такой громад. Да, оно большое, кстати. И все это таблички. А, это табличка? Мне кажется, что это тачки. А, что? А я думал, это солнечные батареи. Там их миллион имен-то. У меня тут таблички. Да, 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 да. Вообще. Вот подъехали к старой переправе. Раньше переправа была. А, утонула, да, размыла. Рикадон. Ветер прекратился, волны перестал. Но видно течение хорошее здесь. Нет, красота, конечно, красиво. Природа. Сейчас за мной заезжают ребята. Они уже подъехали. И мы поедем по их работе. Мы сегодня вернемся. И потом в пятницу уже поедем в большую командировку. По центру России и по всему Северному Кавказу. Работу я показывать не буду. Запрещено. Ты что там, Йота? Так, друзья, мы уже в Тамбовской области. Мы уже давно в Тамбовской области. Ну да. Видим кладбище какое-то. Вот понятно. Вон церковь какая большая, красивая, старинная. Погода, конечно, не Краснодарский край вообще далеко. 12 градусов на улице. 18 мая. Такое хреновое лето. Я, ребят, уже на коп подсадил немножко. Едем, смотрим, сколько заброшенных тут зданий. Вот заброшенных. Ну там заросло, конечно, там не походишь. А вот то ближе мы уже подъехали к этой церквушке. Глубинка русская. Забор, да. Татьяна Сильбовна. Такая она закрытая. Там этот забор под замком был. Да, я еще в такой Пердяевке никогда не был. Дыхну Тамбовским воздухом. Свежий, свежий воздух. Воздух прохладненький такой. Пердяевский? Пердяевский, да. Не, а вы еще Пердяевский не слышали. Я еще пока стесняюсь вас. Подождите чуть-чуть. У нас еще две недели впереди. Вон знак Большой Самовец. Соответственно, мы находимся в этом населенном пункте. Едем уже обратно с работы. Немножко не успели доделать. То, что предприятие работает всего до 4 часов дня. Заехали в кафешка. 0,5 регион. Хинкала, Шаурма. Возможно, завтра поедем этот объект доделаем. А пока пойдемте поедим. Вот такая небольшая кафешечка. Заказали два борща, два плова. Борщик, плов, котлеты из индейки. С говядинкой. Как на долбоеба смотрят на меня. Миш, зубы болят, давайте я разжую. Хороший борщик. Приехали с работы. Я пришел в своей квартире. Электронный замок ни хера не работает. Код-то я знаю. Может, его уже поменяли. Но вообще ни на что не реагирует. Не могу домой попасть. Приехал хозяин. Открыл принудительно ключом железным. Короче, непонятно. То, говорит, батарейки, возможно, сели. Может, интернет. Надо за интернет заплатить. Хер, прослышь. Как это вообще, этот замок работает. Сейчас отдыхаем. Завтра опять в 6 утра выезжаем туда же. Ну, а так после завтра. Большое автопутешествие у нас будет. Вон, Аксакал, уже ждут меня, ждут. Мордова, 1795 год. Все, за час мы свою работу с Женей выполнили. Там Миша остался свои дела там доделывать. Мы свободные, часа два с половиной. Сейчас ищем, ездим по Мордово. Ищем, где здесь вот Маккапай, дом Макдак. Ищем какой-нибудь магазин, типа Пятерочки или Магнита. Зашли в магазин Пятерочка, спрашиваем. Со скольки алкоголь продается? С утра, как открыли магазин, сразу продается. Вот везет вашим местным алкашам. Я говорю, в Краснодаре с 11. Ребят, это Ленинский проспект, прикиньте. Села Мордова. Пока Миша не работает, мы с Евгением тут купили в магазине небольшой перекус. Сейчас поедим. Помидорки, булочки порезали. Брудиночку. И пойдем вот сюда покопаем пару-полтора часика. В Тамбовской области, в губернии я еще не копал. Надо галочку поставить. Ребята, сверху лежит монета. 50 рублей, прикиньте. Этой же эпохи. Ну прикольно все равно. Ребятки, еще одна монетка. Неужели опять будет у нас то же самое? Прикиньте. Они что тут, монеты сели в Ельцинске? Еще 50 рублей. Не, ну это, конечно, прикольно. Но где царские монеты, где советские хотя бы? Ребят, ну вот примерно за два часа, что мы нашли. И в основном это вот там, в том распаханном огороде. Вот такая интересная пуля. Первый раз такую вижу, длинная. Но это, тут войны не было, сюда немцы не доходили. Это явно какая-то 1800-х, начало 1900-х годов. Надо будет узнать. Кто может в курсе, подскажите, что за пуля. От чего это может быть? Нержавейка, 2,80. От браслета, от часов. Не знаю, что это такое, штучка. Три монеты в огороде, по 50 копеек ельцинские. Ой, по 50 рублей, 20 рублей. И это нашли вот там, короче, в начале. Вот такие находки. Конечно, ожидал я больше от Тамбовской губернии. Не ельцинских монет, но что делать. Все, едем в Воронеж. На сегодняшний день у нас обещают быть приятным, точнее, вечер. Сейчас постирушки. Помыть посуду, постираться, побриться. И все. Завтра рано утром сдаем квартиру. Вот это все мои находки, что я нашел здесь. В Воронеже, в Тамбовской области. Ожидалось лучше. Все, тогда до завтра. Спасибо этому дому. Спасибо тебе, Муха, за все. Сегодня у нас пятница, по-моему, 20 число. Да, выезжаем с этой чудесной квартирки. Мишань, куда мы едем? Населенный пункт какой первый? Старо-Юрьево. Старо-Юрьево. Это Тамбовская область, да? Без пяти шесть. Погодка хорошая. Второй день уже. Это радует. Удачи нам в нашем нелегком путешествии. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Ребята, ну все. Приехали мы ехали. Сколько мы ехали по времени? Четыре часа, 270 километров. Мы в Старо-Юрьево. Сейчас приступим к работе. Работу показывать не буду, а после будем где-то селиться, ночевать где-то. Это все покажу. Да, ребята, время без 15.6. Мы практически закончили. Нам еще минут 20 осталось. Уже предприятие, на котором мы сейчас работали, уже все дома. Отмечают пятницу. Мы еще работаем. Сейчас заканчиваем и едем в сторону... Мы сейчас в Тамбовской области, но тут недалеко от границы с Рязанской. Едем в Рязанскую область. По-моему, если я не ошибаюсь, город... Или рядом с городом Ряжск. Там ночуем. Завтра уже будем работать чуть-чуть другими вещами заниматься. Сейчас мы занимались, в принципе, непосредственно тем, на кого я учился. То есть строительство, эксплуатация жилых зданий и сооружений. Ну тут не жилые здания мы проверяли, а не жилые, короче. Ноги болят. Почти 10 километров прошли сегодня по территории. Ребят, смотрите, где мы находимся. На границе. Так, на границе, на границе. Тучи ходят. Хмура. Мы еще в Тамбовской области. Слева у нас Липецкая. Прямо у нас Рязанская. Прямо на пересечении трех областей. Ну и остановили нас сотрудники полиции. Ребят, ну как вы поняли, мы въехали в город Рязск. Рязск основан в 1502 или 5-й году. Прикиньте, какой он старый. Вот, смотрите, какие тут дома. Теревянные еще. Офигеть. Ну вот вам дети ряжтки гуляют. А вот, походу, наш дом, где мы сегодня будем ночевать. Мы заселились. Давайте посмотрим обзор квартирки, которая стоит 1600 за двоих и 2100. У нас есть еще один человек. То есть по 700 рублей. Двухкомнатная, ну такой ремонтчик. Неплохой ремонтик. Тут еще двойная кровать. Еще можно подместиться. Телевизор. Что у нас с ванной? Холодильник у нас вот здесь. Спасибо. Вот так все. В принципе, скромно. Неплохо, со вкусом. Все, мы голодные. Сейчас будем готовить еду. Набрали два пакета еды в магните. Завтра приступаем к другой работе. Всем доброе утро. Нож прошла практически для всех хорошо. Только он, что-то Женя, не может подорваться пока еще. Бежит. Устал. Тут у нас Мишаня каши варит. Вчера сварил грудки. Красавчик. Все тебя жарил. Что-то жарит. А что ты жаришь? Как грудку с помидором. А, еще и колбасу вчерашнюю вот эту. Ну, там холодно. А, ребят, хочу сказать, холодно там или нет? Вот так это все получилось аппетитно выглядит. Вот это называется яичница. Тут в основном мясо. Яйца тут найдены практически не были. Спасибо этому дому. Мы поедем, поработаем, а потом к другому. Мы приехали на первую точку нашего сегодняшнего объекта. Мы где-то в 190 километрах от Москвы. Это самая северная точка, самая ближняя к Москве. Все остальные точки будем уже возвращаться, ехать в сторону юга. Мы начинаем работать. А вам хорошего дальнейшего просмотра. Тавяжская. Ах, ход в хозяйство. Зона Натаски и Ноготки. Что такая Натаска, я не знаю. Таньку знаю, Натаску не знаю. Ну что, ребята, едем уже в сторону Тамбова. Не успели мы сделать сегодняшний объем работы пока. До футбола, до трех часов. Ну вот так вот. Вот так вот этому пассажиру вообще хорошо. Очки надел, считай, этот большой экран смотрит. Стереум. Да, да, да. Балтика, факел смотрим. Ребята, а чем я хуже? Я смотрю Кубань, торпеда, торпеда Кубань. Факел Балтика. Все контролируем. Ребята, 10 секунд осталось. Кубань, торпеда 2-2. Тут судья урод, конченый, придумал. Все, закончили. Все. Торпеда первое место. Премьер лига. Все, радости. Это понятно. Здесь факел. Пока на втором. Только что был на первом. Если бы торпеда не сравняла. Смотрим сейчас. Реакцию. Все, Оренбург закончил. Все, факел. Все, мы на втором месте. Если сейчас это само заканчивается, Оренбург закончил. Факел уже знает об этом. Сейчас они будут. Сколько там? 15 секунд. 15 секунд. Не, ну интересно, интересно. Рассказка. Ну, судья у нас убил. Убил, придумал штрафной. Со штрафного. И, гад, свисти. Все. Да, молодцы. Все, отлично. Вот тут радуется и здесь радуется. Сейчас начнут звонить. Ты глядь, ты глядь, да вообще там. Нормально приедем. Представляешь, если поехать. Да. Тамбов. 1636 год. Основание. Вау, ребят, смотрите, как золотые купола. Душу мою радуют. Вот в таком домике мы сегодня будем ночевать в Тамбове. Десятиэтажка на пятом этаже. Вот такая квартирка двухкомнатная. Здесь пацаны будут спать с телевизором, походу. Так, кухонька небольшая. Ну, как бы небольшая, нормальная. Микроволновка, газовая печка, холодильник. Сейчас вот здесь я буду спать. Ну и туалет такой. Тут ничего такая комнатка-то. А из нашего окна площадь красная видна. Мы напоминаем их в Тамбове. Время начало седьмого. Сейчас уже будем собираться выезжать. У нас сегодня много пробега по километрам, много, много работы. Ну все, мы готовы. Семь часов утра. Выезжаем в сторону Пензы. Ребята, выехали из Тамбова. Немножко в сторону Пензы. Буквально 14 километров. Вот здесь у нас будет объект. А вот смотрите, это у нас спирт делают в Тамбове. А вот Единая Россия жителям Донбасса, видимо, фуру спирта перегоняет. Мы еще в Тамбовской области. Рассказово называется. Вот у нас Рассказовское волокно. Тут предприятие для армии России шьет одежду. Фарадей называется. Ребята, короче, остановились. Пацаны сейчас будут есть. Я схожу в туалет, как я люблю, в лес. Бесплатный. Блядь. А тут, оказывается, платный стоит. То епро СТ. Ребята, мы в городе Борисоглебске. Это Воронежская область. Находимся возле магазина Тюнинг Авто. Второй этаж шины, диски. Мы неспроста сюда приехали, потому что, видите, на улице дождь пошел. Ну, относительно недавно, где-то час, как мы попали под дождь. Смотрите. Знаете машины Формулы-1, какая у них есть резина? Называется Слики. Так это вот про нас. Лысая задняя резина. Вообще лысая. Практически дырочек нет. Передняя еще более-менее живая. А задняя жопа. Так вот, как только начался дождь, машину как начало кидать жопу. Я уже... Нет, в начале Женя ехал за рулем, потом он устал, я пересел уже. И едем. Любая неровность, небольшая неровность на дороге, машину вот так вот кидает жопу. Либо въезжаем на идеально ровный асфальт, и там пятна такие, прям, как будто, я не знаю, как... Ну, не знаю, как объяснить. Пятна такие. Ровные-ровные пятна на асфальте. На них тоже, соответственно, кидают жопу. Я ехали в начале 80 км в час, кидала жопу. Повели скорость до 60, более-менее машина ехала нормально. Аварийку включили, ехали 60-55 км в час, вот, в километрах 50. Доехали до Бориса Глебска. Соответственно, сейчас покупаем все четыре колеса новых, и дальше в бой. Ребят, никогда не ездите, особенно на дальние расстояния, на плохой, то есть лысой резине. И особенно, если у вас так случилось, что у нас лысая, по мокрому асфальту, это считайте, что вы по гололеду едете. Очень тогда аккуратно, очень аккуратно. Стоят, лыбятся. Смешного мало, реально я ехал, у меня вот так вот сердце колотилось. Я так еще опасно не ездил никогда. Любая кочечка, машину колыхает, очень страшно, реально. Фу, надо отдышаться. Вот, короче, купили Nokian, Nokian Tyrus. Четыре колеса новых, по 6 тысяч. 6200, но она по 200 рублей с колеса скинула. Монтаж бесплатно, а балансировка 1000 рублей где-то. Так что, такие вот дела, ребята. Сюда наши на монтажку приехали, сейчас нам все сделают. По красоте. А здесь вот такие вот надписи. Интересные. Шиномонтаж. Шашлычная. Грильная. 450 рублей курица-гриль. Берем себе на вечер. Смотрите. Формула-1 отдыхает, называется. Время 19.30. Ну и заканчиваем сегодняшнюю работу. Фух, устали, замерзли, промокли. Мы все еще в полях под Борисом Глебском. И едем сейчас, насколько нас хватит. Чем дальше уедем от Воронежа, тем лучше. Ребята, это все еще мы. Мы еще на работе. Время 22.10. Стоим уже на трассе М4 Дон. В сторону Ростова едем. Ну что, ребята, всем доброе утро. Я уже сбился со счету, какой день у нас по счету командировки. Мы остановились в поселке Лосево, или я не знаю, как назвать. В населенном пункте Лосево. Короче, вот в такой гостинице называется СВ. На троих. Небольшая комнатушка. Вот у нас, соответственно, туалет и душ. Телевизор, чайник, холодильник. Все. Все это удовольствие стоит 2100 рублей. Без завтраков. Мы приехали часов в 11.00. Мы здесь заселились. Сейчас почти уже 8 утра выезжаем. Ой, сегодня погода по сравнению с вчерашней вообще сказочная. Смотрите, ни одного облачка нету. Вообще по кайфу. Вчера мы замерзли, как собаки бешеные. Ребята, ну на сегодня мы работу заканчиваем. Чуть-чуть. И большой переезд будет предстоит. Не перестаю удивляться природе центра России. Ну это же правильно, это же центр России, можно сказать. Центр европейской части России. Какие сосенки, какая природа. Мы в городке, называется Павловск. Кафе М4. Сейчас здесь посмотрим. Там мы шашлык готовим, да? Комплексный обед, 200 рублей. Мне соляночку принесли. Ребятам принесли горшочки. Горшочек варить, горшочек не варить. Ну вот еще принесли шашлычок. Мы его еще, правда, не пробовали. Рис, соус. Вторую хлеб, буханку хлеба. Соскучились по хлебу вкусному. Вышло 1300, по-моему, где-то. Недорого, я так считаю, на троих. Попробуй сейчас. Ну ничего, я думаю. Для трассы 300 рублей 300 грамм стоит. 100 рублей 100 грамм. Время 17 часов. Мы подъезжаем к Ростову. Населенный пункт Рассвет закончился. На газовую заправку заехали. Газ 20-50. Осталось за Ставрополя 350 километров. Ближе к югу теплее уже. Почти 20 градусов. 10 часов мы в Ставрополе. Забрали ключ. Нашли наш дом. Вот в этом доме мы будем жить сегодня. Точнее ночевать. Все, ладно. Напоследок вам покажу квартирку. Вот такая студия. Студия Позитив представляет. Тройничок тут сейчас будет. Ванная. И это удовольствие на сутки. Грубали на сутки. На ночь. Полторы тысячи. Самое интересное, что мы договорились, нашли на авито этих хозяев. Миша договорился о другой квартире за тысячу рублей. Приехали к ним. Она такая, у нас она занята. Вот вам за полторы. Ну да, они понимают, что в один час уже ничего искать не будем. И они нам дороже квартиру впарили и все. Сегодня у нас 25-е или 24-е? Или 24-е мая. Как говорится, такое хреновое лето. Вообще, в принципе, сейчас по России холодно, пипец. Дождь срывается. Но обещают с завтрашнего дня уже потепление пойдет. Едим сейчас километров 200 в сторону Элисты. Время почти 12. Приехали. Орден трудового краснознамени колхоз. Племзавод Маныч. Савропольского края. Уже недалеко километров 120 до Элисты. Совсем другая, ребята, уже картина, да? Другой вид. Другая природа. Ребят, ну а мы продолжаем наш рабочий день. Уже больше половины сегодня сделали. Находимся мы сейчас на трассе Астрахань-Ставрополь. Совхоз Петровский. Время 25. Мы Ставрополь сделали, точнее направление Ставрополь. Сейчас будем выдвигаться в сторону Минеральных Вод. Время 9 часов. Мы в городе Ясин-Туки. У нас не получилось найти квартиру в Минеральных Водах. Миша звонил где-то на 9 квартир. Все заняты, представьте. А почему так? Не, у меня есть два варианта. Потому что, во-первых, это в любом случае Минводы это курортный город. Во-вторых, один из немногих аэропортов, который сейчас работает. Поэтому люди, наверное, у которых рейсы утром, там не утром, приезжают заранее. С других городов, в том числе из Краснодара, Воронежа, не знаю, с Ростова. Бронируют квартиры, чтобы не... Ну, вы поняли меня, да? Будем в гостинице сегодня ночевать. Она стоит 2 400, трехместная. У нас есть интуки, салютом встречают. Наконец-то вы прибыли, говорят. Браво! Ребята, вот в таком отеле мы сегодня будем ночевать. Прометей называется. Ну, так выглядит солидно. Сейчас посмотрим, что внутри из себя представляет. Ребят, ну, я вам скажу. Неплохой номерок. Три кровати одноместных. Телевизор небольшой. Чайник, кстати, есть. Холодильник. Ну, все как обычно. Мы набрали с собой продуктов. Целых два мешка. Царь сейчас будет трапезничать. Доброе утро. Уже почти 9 часов. Мы выходим мелкими группами. Сейчас едем работать в сторону Кисловодска, потом в сторону Пятигорска. В планах остаться ночевать в Пятигорске. И я пацанов, если у нас все получится, я пацанов обещал сводить. Ну, в смысле сводить. Сводить. Показать ту самую шашлычную, где мы с Надюхой 23 февраля сидели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok